От первого лица. Специальный проект радиостанции Эхо Москвы Уфа. Интервью, комментарии, предложения и новости от первых лиц компаний Уфы и Башкортостана. Добрый день. В Уфимской студии радио Эхо Москвы Александр Бызов и Леонид Сергеев, я надеюсь, тот самый человек, представление которого не требуется. Добрый день, Леонид Александрович. Добрый день. Ну, на всякий случай скажу. Композитор, поэт, исполнитель своих песен, актер и... Да, да, Леонид Александрович. И человек, да? Да. Я, знаете, как говорил один герой нашего, надеюсь, с вами любимого фильма, я не люблю пафос и не люблю громких слов, но, тем не менее, для меня большая радость и большая честь видеть вас в нашей студии. Ну и слава богу. Леонид Александрович в нашем городе появился в качестве председателя жюри открытого фестиваля авторской песни «Агидель-2012», который открылся вчера. Открылся большим хорошим концертом, в котором и две песни исполнил наш сегодняшний гость. Вы не первый раз в Уфе. Погоду мы сегодня, нынче вам подобрали летнюю. Как настроение, как самочувствие? Молодцы. Настроение боевое, самочувствие тоже ничего. Я в Уфу, можно сказать, зачастил, потому что совсем-совсем недавно был здесь на Масленицу, давал концерт. Сейчас приехал уже в ранге председателя жюри. Горд тем, что меня пригласили пожурить. Такой хороший, мощный фестиваль. Ну, не знаю, давно не был до этого в Уфе, хотя не первый раз. И помню даже воспоминания самые разные. Однажды мы с Вадиком, Валерами и Щуками ехали на концерт здесь, в Уфе. А какое-то время охота на таксистов была, и таксисты очень неохотно сажали трех больших жлобов с гитарами за плечами. И мы ехали в машине продукты, причем мужики изображали мясо, а я рыбу. И вот так мы приехали на концерт. А почему такое разделение мясо-рыбок? Так нам показалось. Хорошо. Леонид Александрович, прежде чем мы должны будем упомянуть о фестивале, который сейчас проходит в нашем городе, мне бы хотелось спросить у вас, как вам живется, как дышится, как пишется? Небольшая пауза перед ответом свидетельствует о том, что все-таки надо подумать, прежде чем отвечать на вопросы. Понимаете, настолько многогранный и довольно непростой вопрос, как живется, как дышится, как пишется, потому что это самые разные вещи. Ну, в принципе, хотя не будем заниматься софистикой. Живется, ну, в принципе, нормально, хотя не могу сказать, что хорошо в плане... Я не имею физиологии в виду. Дышится, если иметь в виду дышать, как некую нравственную категорию, тоже не очень просто. Пишется. Ну, крайняя, скажем так, на сегодняшний день песня появилась где-то месяца три назад, так что пописывается. Хотя сейчас я занят проектом, который я называю для себя «Лас Пегас» или «Лас Пегас». Это я такой клуб открыл в Москве «Гнезде Глухаря». Ну, клуб, громкое название, программа. «Лас» — это Леонид Александрович Сергеев, а «Пегас» и «Пегас» тоже расшифровываются там. Приглашают ежемесячно гостей актеров сюда. И там я пытаюсь, знаете, вот как-то объединить людей по духу, по восприятию действительности, отрешиться от того, что происходит за стенами, потому что там так много плохого, негативного, черного и просто дерьмового. Начинают политики, заканчивая, скажем так, личностно-общественными отношениями. Я хочу, чтобы люди вот соприкоснулись и нашли какую-то точку соприкосновения и в поэзии, и в авторской песне, и в фокусах, и в классическом пении, и в танцах. А поскольку все-таки какое-то историческое образование в наличии имеется, Казанский университет, ИСФЛФАК, историческое отделение, то я привязываюсь жестко к датам. Например, вот открытие было 6 марта, 6 марта там 1875 года, не помню сейчас, Травиата с треском провалилась в Венеции, и мы разучивали, с пришедшими разучивали вальс из оперы Травиата, который Фабио Молика, всемирный известный хореограф, описал просто. Я вызывал людей там и говорю, сделайте алимант на 180 градусов. Ну и все ржали, как полообные, потому что мало кто знает в мирной жизни, что такое алимант. Я сделаю это, что мне это слово изделено. Вот, хочется, знаете, найти, вот создать некую общность людей. Это не секта, нет, это не что-то закрытое, а просто вот нормальные люди, оставшиеся еще в наше время, с нормальными взглядами на жизнь, с нормальными взглядами вовнутрь себя, чтобы они нашли друг друга, и чтобы, может быть, хотя бы в этом стало чуточку легче, как говорится, и морально, и физически. Хорошо, гнездо глухаря, фестивали, ну а тем, кто не может побывать в гнезде глухаря, те, кто не сможет поехать к фестивале, где вы присутствуете, подвожу вопрос, подвожу к теме ваших записей. Где их брать, что новенького, чем можете сейчас нам, ну не то чтобы похвалиться, но хотя бы рассказать, а... Вот началась работа, слава богу, слава богу, я нашел деньги, я нашел спонсоров, которые дали немножко денег, хотя сейчас с этим очень сложно, все сидят пришипившись, все последние деньги зажимают в своей тугой машине, потому как никто не знает, что будет впереди. То ли надо солить помидоры, да, то ли запасаться спичками. Вот, и сейчас началась работа над новым альбомом, туда вошли песни, написанные в последнее время, 11 песен и 11 историй. Просто я вот хочу такой небольшой конферанс перед ними давать в форме такого дорожного общения с неким попутчиком, близким мне человеком. Я сижу, рассказываю какие-то истории возникновения песни или просто какие-то отвлеченные размышления. Например, вот 6 июля, и стал Юрий Алексеевича Кукина, а для меня это очень заметная фигура и очень близкий мне человек. Его песни я услышал впервые буквально в 70-м году. От своего друга. В университете от своего друга, да. И я заболел вот этим, что сейчас называется авторская песня. И вот 6-го его не стало, а 7-го из меня буквально выскочила песня. И я просто хочу поделиться своими ощущениями от этого человека и как бы представляя эту песню, которая будет на диске. Я сейчас задам вопрос, на который, наверное, нет ответа. Вопрос, потому что глупый, но я надеюсь, вы не будете отвечать принципу, каков вопрос, таков ответ. Вы сказали, песня выскочила. Как она накапливается, песня? Откуда приходит мелодия? Откуда приходят слова? Знаете, поскольку я, например, да и всем работающие, живущие в этом жанре художественной самодеятельности, по большому счету. Не согласен? Хорошо. Я объясню. Потому что однажды, когда я выпускал свою первую полукнижечку, она маленькая такая, называется, «Концерт по переписке», профессиональный литератор, профессиональный поэт, закончивший литинститут, он ее редактировал. И он, когда приходил ко мне с порога, первые слова были «Неси тазик, будем выпускать кровь». И он мне показал просто, что писать стихи – это огромный труд. Труд – это, как говорят правильно, 1% таланта, какой-то богоданности, а 99% – это труд, это умение сочетать слова, умение сочетать звуки в словах, умение просто знания, как должно строиться стихотворение, как оно должно развиваться, где у него кульминация, чем оно должно заканчиваться по энергетике. Это ему учат. Просто как учат фрезеровщика, учат слесаря, учат футболиста, также учат поэтов. Я всегда для себя вспоминаю «Три мушкетера». Когда Д'Артаниан пришел к кардиналу, первый раз его пригласили, и он зашел, увидел человека, который, и там Дюма пишет, человек склонился над листом бумаги и по пальцам отсчитывал слоги. И гениальная фраза дальше. Д'Артаниан понял – перед ним поэт. То есть писать стихи – это тяжелая работа, это тяжелый труд, и этому надо учиться. Да, там есть свои термины, там есть свои обозначения. Вы знаете, а художественная самодеятельность, почему я говорю, ни кокетничая, ни лукавля. Потому что мне, например, написать песню гораздо легче, чем ее переделать, довести до совершенства. То есть нарисовать картину может любой, но подходят мастеры двумя-тремя мазками какими-то, да, он делает картину произведением, шедевром, если хотите. Он этому обучен прежде всего, и это его обучение осенено гранью его таланта. Вот в этом плане я называю художественную самодеятельность. Бывает так, что трудишься над песней, буквально трудишься, именно вот так, 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 потом как ты выстраиваешь ее, и все тебя устраивает с точки зрения добротности и мастерства, мастеровитости. А она не идет. Народ ее не воспринимает. А бывает, что вот она выскакивает как-то, едучи, там, не знаю, в трамвае, в поезде, что-то выскочило. А это оказывается то, что людям нужно в данный момент и попадает в их самую сердцевину. Леонид Александрович, увы, время наше вышло. Про фестиваль мы не успели рассказать, и слава богу, отправим всех наших слушателей. Сегодня в 19 часов на набережную, в юность, открытый бассейн, приходите, не пожалеете. И завтра тоже, там же, где-то, в бассейн, на берегу Белый, там, где юность. Не услышали ваших песен, но ладно. Сегодня я был как актер, артист разговорного жанра. А кто хочет послушать песню, приходите. Фестиваль будет несколько дней еще. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Желаю вам новых, удачных, выскавшихся песен. На радость нам. Спасибо. Доброго здоровья вам, и надеюсь, что в Уфе еще раз увидимся. Леонид Сергеев был сегодняшним участником программы «От первого лица», которую провел Александр Бызов. Благодарю за внимание. «От первого лица» Специальный проект радиостанции «Эхо Москвы-Уфа». Интервью, комментарии, предложения и новости от первых лиц компаний Уфы и Башкортостана.